Ко мне присоединился заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель театра драмы имени Кольцова Владимир Петров. Кстати, мы ждем ваших звонков и мнений на тему дня. Звоните нам 259-78-88. Владимир Сергеевич, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, Воронеж. Прежде всего, я хотела вас поблагодарить за столь ранний утренний визит, за то, что вы сегодня вместе с нами. Скажите, пожалуйста, как вы добрались и в каком вы настроении этим утром? Ну, в общем-то, мы люди ночные в театрах, поэтому утро – это достаточно такой серьезный момент для того, чтобы стать бодрым, стать снова в форме. И вообще встать? Нет, встать не трудно, встать как нужно трудно. А так, в общем, все нормально, как добираться. Но тут близко, театр рядом. Но вы человек организованный, самодисциплина, наверное, немалую роль играет. Проспать уж никак невозможно. Да, это у меня чувство ответственности несколько гипертрофировано, когда можно было бы на Ивана плевать, но надо. Надо, надо, Владимир Сергеевич. Тема сегодняшнего нашего эфира – это наши любимые мультипликационные герои. Не могу не задать этот вопрос и вам, вы человек серьезный, занимаетесь серьезными драматургическими постановками. Как дело с мультфильмами обстоит? Когда в последний раз смотрели? Ой, ну, знаете, у меня дочь очень любит мультфильмы, и я просто вынужден для того, чтобы была тема для разговора, чтобы надо было что-то обсудить, а что тебе понравилось, а кто тебе больше нравится. Я смотрю, я смотрю. Ну, это все, в общем-то, большей частью, конечно, Дисней. Да, дети свои сегодняшние любят и про драконов, и холодное сердце, и прочие-прочие эти вещи, которые, надо признать, сделаны мастерски. Очень лихо используется компьютерная графика, и это впечатляет. Хотя, ну, наверное, это память детства. Больше любил русские мультики. И я тоже. И для меня ничем не заменить вот наши отечественные мультфильмы. Ну, да. Ну, вот такую вот лирическую историю, как с варежкой, которая стала собачкой, или, допустим, гениальный мультик «Ежик в тумане», это непонимаемо нынешним поколениям. Им нужен экшн, им нужны полеты, им нужно 3D. Ну, наверное, в этом есть своя закономерность. Мы разные совершенно. А может быть, ограничивать в таком случае просмотр вот таких, ну, современных мультфильмов с 3D-анимацией? Может быть, показывать детям как раз отечественные мультфильмы, воспитывать на советской анимации? Вы знаете, с запретами ничего не добьетесь. Это... Ребенок ваш приходит в школу, а там все это видели. Вот. Мы не можем все сговориться, не пускать детей в мультики на 3D. А потом, это вопрос времени, это вопрос предпочтений, и тут командовать нельзя. Вообще командовать нужно меньше. Угу. Интересно от вас слышать такое. Владимир Сергеевич, ну, относительно театральных постановок в театре драмы, надо сказать, что Новый год начался также с премьер, с премьер детской. Это была постановка «Семь секретов новогодней планеты». Вот. Ну, как Новый год встречи, так и вы проведёшь. Если уж начались премьер, то вы весь январь продолжаете премьерами. Да. Очень много у вас постановок новых в театре. С чем это связано? Расскажите, почему именно так? Ну, вы знаете, это вопрос в том, что накапливаются работы, накапливаются, а выход вдруг, ну, знаете, как, допустим, вы заквасили тесто, оно у вас подошло, а потом вдруг раз-раз несколько хлебобулочных изделий. Не потому что вы быстро сделали, а потому что тесто подошло. И у нас вот это тесто подошло, потому что достаточно долго репетируется следующая премьера, это соло для «Часов с боем». Да. Да. Соградника, она репетируется уже где-то около полугода. Вот. А песни «Войны» или «Ворон», то, что я делаю, это тоже достаточно давняя история, достаточно долго, потому что мы с артистами поём, мы работаем с оркестром, мы работаем с музыкантами, ты тоже просто так слова не разучишь и не выйдешь на сцену. А вот это время репетиционное, вы сказали, полгода вы репетировали, вы сами определяете по готовности актёров, по готовности постановки или вот есть определённый хронометраж, так скажем, который нельзя нарушать? Нет, такого нет. Опять-таки есть очень много вопросов, связанных с финансированием. Артисты вроде бы готовы, нет денег на костюмы или нет денег на декорации. Вот в нашем случае мы очень долго, мы очень связаны с музыкальными инструментами. Значит, нам нужны приёмники на гитары, значит, нам нужны радиомикрофоны. Сейчас это всё очень непросто, поскольку для каждого приобретения театр должен приводить тендер. Такой тендер, вы знаете, да? Ну, расскажите. Это конкурс между продавцами о том, кто дешевле продаст. Но это такая история, когда, я сказал ему, балда сукаризный, знаете, да? Вот. Ну, что делать? Такая сейчас практика, строгий контроль за бюджетом. Творческому человеку приходится сталкиваться ещё с административными, материальными всеми компонентами. Ой, да. Это не только сталкиваться, а брести по пояс в этой воде. Это нужно преодолевать всё время. Вот. Так что это не такая уж история просто потом, зато долго будет пауза и долго не будет новых работ. Владимир Сергеевич, у нас есть звонок, мы работаем в прямом эфире, нам дозвонился наш зритель. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Ангелина. Ангелина. Как встречаете новый день? Рассказывайте. Собираюсь на работу. На работу собираетесь. Скажите, пожалуйста, сегодня мы разговариваем о мультиках. Ваш любимый мультипликационный герой, кто он? Наверное, из старых мультфильмов. Из отечественных, да? Да. А сколько вам лет? Мне 19 лет. Понятно. Ангелина, смотрите, у нас остался билет на концерт танцевальной студии «Understand». Называется это выступление «Разный», пройдёт оно в это воскресенье. Готова отвечать на наши вопросы? Давайте. 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 Какие вопросы вы выбираете? Из сферы сегодняшних праздников или вопросы о нашем канале, о наших проектах? О ваших проектах. О наших проектах. Как все зрители наши любят вопросы о наших проектах. Но они достаточно сложные, я предупреждаю. Итак, вопрос. В каком году начал свою работу интернет-канал ТВ «Губерния»? На какой ноге вы с интернетом? Ой. Ну что, вам нужны варианты? Давайте. 2012 год, 2013 или 2014? Легче стало? Мне кажется, 2012 год. 2012 год. Но это неправильный вариант ответа, Ангелина. У вас есть возможность залезть на наш сайт, на наш сайт интернет-канал ТВ «Губерния», посмотреть, в каком году он начал свою работу и дозвониться в прямой эфир. Потому что мы работаем до 9 часов. Наш телефон по-прежнему 259-78-88. Так что звоните. Владимир Сергеевич, продолжим, собственно говоря, нашу беседу. Вы упомянули постановку, которая новая, премьерная постановка. У вас сейчас идет работа на дне, она уже завершается на конечном этапе. Это соло для часов с боем. Ее ставит новый режиссер вашего театра Никита Рак. Новый очередной режиссер, уже постоянно работающий с нами. Не приглашенный режиссер? Да, да, да. Да. Вот скажите, пожалуйста, как вы решились еще одного режиссера принять, так скажем? Ну, во-первых... Вот этот момент с конкуренцией, с каким-то другим взглядом. Как вы к этому относитесь? Я очень хорошо к этому отношусь, потому что, я думаю, это нормально. Потом Никита поставил два спектакля у нас. И оба, я считаю, получились интересными, удачными. Кроме всего прочего, в нынешней ситуации, когда, опять-таки, бюджетных средств маловато, каждый раз пригласить другого режиссера, оплачивать дорогу, гонорар, гостиница и прочие сложности сосуществования понуждают к тому, чтобы дома был свой режиссер еще один. Такой брак по расчету. Да, это брак по расчету. А насчет конкуренции, вы знаете, это совершенно нормально. И никакой конкуренции здесь нет. Потому что чем лучше моему театру, тем лучше мне. Ой, какие хорошие слова. Владимир Сергеевич, я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, а сразу после мы продолжим с вами увлекательную беседу. Утро вместе продолжается. Продолжается наша беседа с заслуженным деятелем искусств России, художественным руководителем театра драмы имени Кольцова Владимиром Петровым. Владимир Сергеевич, как вы относитесь как раз к дельфинам и представлениям с животным, с представителями животного мира, так скажем? Вы знаете, к дельфинам у меня особое отношение, потому что я когда работал в Севастополе, мы посещали базу дельфинов, которые стоят на охране Севастопольской бухты. Это было давно, когда еще Севастополь был в составе Украины. Сейчас это наш город. Но вы знаете, не настолько разумные и настолько мощные существа, потому что прыгнуть туда, к ним, в бассейн, и взять его за плавник, и он тебя тащит по поверхности, ну это ощущение мощи и литых мускулов. И думаешь, он же может тебя порвать на куски, просто ему ничего это не стоит. Вы думали об этом? По силе, по силе, по остроте зубов. Но этого не происходит, и вот эти дельфины, которые стоят на охране Севастопольской бухты, они выходят на дежурство, а их приучают, когда они видят человека в акваланге, подплыть и ткнуть его носиком. Ему дают за это рыбу. Как это мило. Вот, это мило, да, но дельфину на дежурство надевают на клюв ампулу с цианистым калием. Если плывет человек в бухту, в акваланге, он к нему подплывает и тыкает ему носиком, мол, дай рыбки, и человек всплывает кверху брюхом. Вот и все. Убить сам он не может, его нужно обмануть. Какая в этом философия, да? Ну, не философия, а хитрость и жестокость человеческая. А все вот эти вот цирки, все зоопарки у меня вызывают чувство сострадания. Вам жалко? Да, я понимаю, насколько это не свобода, насколько это отсутствие возможности прожить свою звериную жизнь по законам Бога. То есть так, как тебя предназначен. Владимир Сергеевич, у нас есть звонок, он адресован вам от наших зрителей. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Любовь. Любовь. Вы хотели, Владимир Сергеевич, задать вопрос, я знаю. Да, я хотела бы задать вопрос. У вас есть такая возможность. В 2014 году было много премьер-фильмов. Я бы хотела уточнить. Возможно, есть какой-то любимый фильм, который был выпущен на обозрение зрителей из кинотеатров в 2014 году. Или, может быть, какой-то мультфильм, который мне очень-очень нравится. Любовь. Ну, это сложный вопрос, потому что я в кино хожу редко. У меня есть театр, это разное искусство. Но, во всяком случае, знаете, кино, скорее всего, это место отдыха для меня. То есть, когда ты можешь отпустить, отключить, не думать о проблемах бытия, о том, куда катится планета, о том, как же быть одинокому мужчине, который хочет любви, любви не имеет. Хочется просто отвлечься. И поэтому, когда это какой-то экшен, или это какая-то драка, мордобой, и они классно это делают, американцы. Поэтому, а так, чтобы это любить, чтобы... Я не киноман просто. Я не киноман, хотя есть фильм, один, который у меня... Это не этого года фильм. Это фильм очень глубокий, очень сильный. Вообще много хороших фильмов на самом деле. Фильм «Артист». Если вы знаете, замечательный фильм, который получил «Оскар». Владимир Сергеевич, мы работаем в прямом эфире, у нас ограниченное количество времени. Хотелось бы поговорить и затронуть тему новой постановки, на которой работаете вы. Это спектакль «Ворон». Его премьера назначена 25 января, День освобождения Воронежа. Его жанр вы определили как «Песни войны». Вы считаете, что именно этот песенный жанр, он наиболее глубоко может отразить вот эту атмосферу войны, атмосферу поступков, отваги? Почему именно «Песни войны»? Вы знаете, я не считаю, что что-то может наиболее глубоко отразить, потому что это взять на себя определенную, так сказать, функцию считать, что глубоко отразить, что не глубоко. Вот, Розита. Во-первых, пьес современных, хороших про войну, ну, я не встретил. Это всегда какие-то старые перепетые мотивы, это всегда какие-то наши ребята в гимнастерках и в пилотках с автоматами воспоминания о родном доме, о родине матери, о любимых женщинах, детях, которые... Владимир Сергеевич, у нас минута остается. Да, все. Почему должны прийти зрители? Вот скажите кратко. Я не знаю, потому что я делаю не для зрителей, я делаю для себя, в надежде на то, что зрители от меня ничем не отличаются. Я вас поняла. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за интересную беседу. Вы многогранный человек, очень интересно было с вами побеседовать на не совсем стандартные темы. Спасибо. Спасибо за утренний эфир. Спасибо.